День добрый, уважаемые зрители! В России впервые продали на торгах единственное жилье банкрота Раньше не было такой практики, чтобы продавали Запрещено было продавать, если жилье должника единственное Ну вот, впервые продали на торгах единственное жилье В России на торгах впервые продали единственное жилье гражданина, признанное банкротом Мужчине выдали квартиру почти в 5 раз меньше прежней Но все-таки выдали крышу над головой В 5 раз, но тем не менее Юристы считают, что это решение может спровоцировать множество аналогичных дел А роскошную недвижимость снова начнут регистрировать на бывших супругов и детей Ну, конечно, если ты должен, ты не имеешь права иметь роскошную недвижимость Вон попроще что-нибудь Комнату в коммуналке В июне на торгах впервые в России продали единственное жилье гражданин-должника С отсылкой на единый реестр сведения о банкротстве В нем указано, что 22 июня был заключен договор купли-продажи на квартиру Аркадия Поторочина На общей площади 147,3 квадратных метра в Екатеринбурге Ну, 150 квадратных квартиры, конечно Квартиру продали за 8,25, ну, 8 250 000 рублей Конечно, такие квартиры иметь неприлично должникам Покупателем выступила АО «Право знать» Судя по сайту, это Екатеринбургская юридическая компания, которая, среди прочего, занимается сопровождением бизнеса Добивается выплаты долгов от контрагентов, решает для физических лиц вопросы с наследством По данным агентства недвижимости «Экодом», рыночная стоимость квартиры Поторочина составляет около 11-12 миллионов рублей Ну, тоже наладились 3 миллиона, 2-3 миллиона И риэлторы Индивидуальные предприниматели Аркадия Поторочина уже признавали банкротом в 2012 году Второе такое решение суд вынес в мае 2018 года, показывая единый реестр сведений о банкротстве Тогда долги россиянина составляли 21 миллион с половиной Поторочин просил исключить из конкурсной массы его двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге как единственное жилье Ну, вот еще раз повторюсь, но должникам как бы такие варианты двухуровневые, пятикомнатные В июле 2018 года арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходательство Но в январе 2019 года конституционная инстанция отправила дело на новое рассмотрение Кредиторы предложили заменить двухкомнатную квартиру на однокомнатную в Екатеринбурге площадью Ну, даже не комната, а однокомнатная Ну и то хорошо, будет где жить С учетом того, что Патронин в полости не имеет иждивенцев Суды отклонили ходатайство Патронина и решили, что предложенная новая квартира разумна Достаточно для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека Патронин в декабре 2020 года снова попытался исключить пятикомнатное жилье из конкурсной массы Он сослался на постановление конституционного суда о том, что процедура замещения квартиры противоречит законам И на позицию Верховного суда, что кредиторы не вправе нарязать должнику замещающее жилье В феврале 2021 года суд прекратил производство, посчитав, что спор разрешен ранее А Верховный суд высказал позицию уже после вступления в силу предыдущих решений По делу Патронина и обратно силы не имеет Апелляция и касация с этим согласилась Это первые известные в России случаи, когда квартиру должника продали, а ему предоставили более скромное жилье Ну, в принципе, адекватные меры, разумные, почему нет Пятикомнатную, двухуровневую, ты должен денег, а почему ты должен жить в такой квартире Вот попроще Однокомнатная, 30 квадратов, нормально Ну, надо было самому продавать, чтобы не доводить до этих моментов Если бы она стоила 11-12 миллионов, то продали за 8 с копейками Ну, это уже твои проблемы, дотянул до такой стадии Ну, тут сам виноват Так что надо все вовремя делать и не доводить до судов Когда с торгов твою недвижимость продают за бесценок На этом пока все Подписывайтесь на канал, заходите Всего доброго, до свидания